У него сегодня эйфория, но она пройдет. Через 15-20 дней он за голову схватится. Куда я попал? Что делать? С кем делать? И так далее. Эти вопросы перед ним станут. И мы должны подождать, чтобы он до него дошло. Потому что эйфория ему пока не дают полностью осознать. Истинное положение. И неподготовленность. Он молодой, у него опыта мало. А сейчас, когда он вникнет, он посмотрит цифры, долги, посмотрит проблемы. Когда завтра ему нужно платить за газ, за электричество, за зарплату. А все не успевает. Берут кредиты. Почему внешние долги растут? Берут кредиты, платят зарплату. Успешно. Завтра он, когда все это увидит, поймет, а полномочия ему даны. И я думаю, что момент такой настанет, мы встретимся, поговорим. Спасли с хорошим. Но управленец никакой. Потому что он нигде не работал, никем не управлял, у него нет опыта, у него нет знаний. Опять я не понравлюсь людям, потому что люди пишут, да пусть, молодой, дайте ему шанс. Какой шанс? Нельзя с улицы брать людей и ставить, вот поэтому мы и так и плохо и живем. С улицы взяли парня и поставили министром сельского хозяйства. На основную отрасль. Сейчас хотим из спортзала взять парня и поставить во главе республики. Я вынужден это говорить, потому что оно так и есть. Поэтому нужно приводить к власти людей, которые имели историю. Сегодня приехал Бату, хороший спортсмен. Я горжусь им. Хороший боксер. Но республике нужен человек, который знает состояние республики, знает людей, знает их проблемы, знает экономику, знает управление. И умеет достигать результата. Не просто говорить. Говорить все могут. Вот так надо, вот так надо. А сделай. Я считаю, что вот такой момент настает, когда надо самим определяться. Поэтому мое личное мнение такое, ну прислали Бату, хороший парень, но как в советские времена, чтобы стать секретарем райкома, человек должен был пройти производство. Или агроном, или зоотехник хороший, или экономист. Потом он руководил совхозом, потом его брали инструктором райкома, он ходил, изучал уже общественную жизнь, устройство, управление. Потом только каким-нибудь завотделом райкома, а потом его предлагали уже секретарем райкома. Вчера приехал Кирсан, который не имел представления. Он давно уехал, не жил в республике. Он не знает людей, не знает экономику, не знает управление реальное. Он не знает ни налогоблажения, ничего. И такого человека поставили президент. Хорошо. Следом приходит Орлов, еще хуже его. Сегодня приехал Бату Хасиков, хороший спортсмен, я его уважаю как спортсмен. Я сам любитель всех единоборств, смотрю регулярно, смотрел его все бои. Но этот человек сегодня не имеет никакого опыта. И люди в интернете пишут, но не надо ему мешать, пусть он научится. А на ком учиться? На нас что ли? Мы уже и так упали. И на нас учиться, на нас экспериментировать у нас нет возможности, потому что сегодня республика на грани банкротства. 14 лет, да. Сейчас привезли кикбоксера, да? Ну, хороший парень, чемпион, вопросов нет. Но когда его ставят на руководящую должность, я понимаю, что это неправильно. Ну, я человек такой, я всегда говорю правду в лицо. Сейчас тоже был врагом Орлова, Кирсанова, теперь враг Буду Хасиков. Потому что, ну, я не виноват, что он приехал опять. Человек без биографии. Который ни дня не руководил. Коллективом даже из пяти человек. Который никогда не занимался трудом, воспроизводством каким-то. Или производством. Одно дело, ты спортсмен известный. Да, мы тут тебя любим, мы готовы встречать с цветами, кричать «Ура!» или «Ура, Ланда!». Но, если ты претендуешь на первое лицо в республике, то, извините, я, например, у меня мнение такое. Ни профессионализма, ни профессионализма, ни всего прочего, что должно соответствовать руководителю республики, нет. Я говорю об этом открыто, откровенно, потому что я не знаю Бату Хасикова лично, но я знаю его как спортсмена выдающегося. Сегодня он приехал, как исполняющий обязанности главы республики. Но это не годится совсем, потому что, на мой взгляд, человек неподготовленный. То есть люди, давно уехавшие из республики, давно в ней не жившие, не знающие людей, не знающие обстановку, не знающие экономику, не знающие как и не представляющие, как республика должна жить, развиваться, в каком направлении нам нужно двигаться. Вот я как-то написал однажды статью в 2013 году. Она называется очень подходящей для вот таких условий, она называется «Кадры без биографии». То есть когда к управлению целыми отраслями и направлениями, к управлению всей республикой приходят люди абсолютно неподготовленные, люди, которые не управляли ни одним маломальским коллективом, люди, которые не состоялись профессионально, не знают экономики и не знают, никогда не вели соответствующие, то есть не были даже в масштабе вот таком управления, да, республикой. Даже то, что я говорю об АТУ сегодня, я говорю открыто, вот на камеру, в эфир. Второе, я понимаю, что вот я в интервью Кавказскому, Кавказ Реали, по-моему, позавчера дал интервью, сказал, что у этих людей, которые сегодня зашли, ничего не получится. Полгода, год, у них и так положение тяжелое. Одни долги, не знают, что делать, людей работающих, понимающих нет. Ситуация очень сложная. Не факт, что там полкоманды разбежится через полгода. И через год будут новые выборы.